Дорога жизни Христа познала, но снова вышел Здравствуйте, мои дорогие слушатели и зрители! Сегодня я хочу познакомить вас еще с одной моей авторской песней, которую я назвал «Судьба». А вообще, эту песню можно было бы просто назвать одним местоимением – «Я». Эта песня обо мне. И буквально сегодня встречался с одним человеком, который смотрит наши передачи, слушает песни и говорит «Вы, наверное, очень много пережили в своей жизни, что песни вот такие глубокие, значит, с определенной тематикой». И это действительно так, друзья. То есть, каждая песня моя рождается, какие-то побудительные мотивы у этой песни есть. Либо позитивные, либо негативные, либо из моей жизни, либо из жизни моих друзей, близких, родственников и так далее. И вот эта песня «Судьба» я написал о себе, что у меня были встречи разные в жизни, которые оказывали на меня или пытались оказать на меня какое-то воздействие, влияние. И там три куплета, и в первом куплете я описываю, как произошла встреча с хищником. Я не буду рассказывать в деталях, как это произошло, но это было действительно страшно, и я уповал только на Бога. Молился и просил у Него защиты и помощи, и Он защитил меня. Потом, я не боюсь сказать эти слова, страшнее, чем встреча с хищником, у меня была встреча с людьми. С людьми нехорошими, с людьми злыми, с людьми коварными, с предателями, с теми людьми, которые любят осуждать. Любят осуждать, и вот если говорить о суде, то все мы совершаем неправильные поступки. Но вы знаете, что интересно, вот чем суд наш, человеческий, разнится от суда Божьего? В Библии сказано, что Бог – это судья праведный. И там, где мы можем осудить человека, там Бог его может оправдать. И в Первом Бослании Коринфянам, вот в Библии, есть такое интересное высказывание. Апостол Павел столкнулся с человеческим судом. И он говорит такие слова, в четвертой главе написано, в третьем стихе и далее. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываю, и судья же мне Господь». И дальше смотрите, что интересно. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога». В отличие от нас, то есть мы, люди, обычно видим поступок человека. И по этому поступку мы выносим в суд. Что-то говорим, мы говорим свое мнение о человеке. В отличие от нас, Бог так не действует. Бог, когда видит поступок человека, он заглядывает внутрь человеческого сердца. Бога интересует мотивация, почему человек совершил этот поступок. Для Бога очень важно увидеть, раскаивается ли человек в этом поступке или нет. Люди часто этого не видят. И в Евангелии Атеана есть такая история. Люди закона, люди религиозного закона привели к Иисусу Христу женщину. Эту историю знают очень многие люди и те, даже которые Библию не читают. Потому что она очень актуальна, эта история. И вот здесь в Евангелии Атеана, в восьмой главе написано, что люди хотели совершить суд над женщиной, взятой в прелюбодеянии. Факт прелюбодеяния был доказан. И вот они привели ее к Иисусу Христу. И в восьмой главе написано, Иисус же пошел на гору Илеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый? Брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Обратите внимание, друзья, эти люди справедливо осуждали эту женщину за прелюбодеяние. И когда они к Иисусу Христу пришли и говорили, «Посмотри, что эта женщина делала, а по закону Моисеева ее нужно забить камнями до смерти», мне вот здесь бросилась в глаза одна фраза. Он что-то писал низко, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Им так важно было, чтобы на них обратили внимание. И когда мы кого-то осуждаем, там так важно, чтобы на нас обращали внимание, чтобы наш голос слышали. Друзья, Бог часто на такие вещи не обращает внимания. Потому что суд, который мы часто можем творить, он суд не истинный, не от Бога. Суд от нашей злобы. Мы, конечно, можем прикрыть мотивации различные найти для того, чтобы оправдать свой вот этот суд. Но я не знаю, что Иисус Христос писал на земле. Может быть, Он писал имена этих людей. И потом показывает им на землю и говорит, «А кто из вас без греха?» Вот, ты, может быть, сам был с этой женщиной когда-то. А ты, может быть, там, воровал. А ты, может быть, клеветал на кого-то. И Христос говорит, «Ну, кто из вас без греха? Первый, брось мне камень». И они ушли. Но у меня встает вопрос, а почему же Иисус Христос не осудил эту женщину? Ведь она была взята в прелюбодеяние. А вы знаете почему? Потому что Он видел то, что было скрыто во мраке. Он видел то, чего не видели многие другие, вот эти слепцы, которые осуждали ее. Он видел ее раскаянное сердце. Может быть, Он видел мотивацию, почему она это сделала. Я не знаю до конца, но знаю только то, что Он видел то, что скрыто во мраке. И встреча с такими людьми в моей жизни, она ставила очень-очень глубокий след слепые судьи. Это страшные люди. Это страшнее, чем тот хищник, с которым я встречался в своей жизни. Но третий куплет еще о более страшном хищнике. Я пою там, что снова вышел хищник. И вы знаете, у этого хищника имя было «Я». С этим человеком я веду борьбу уже 50 с лишним лет. Я много раз пытался его победить. Он мой самый лучший друг и самый страшный враг. Я много раз пытался бросить курить в свое время. Много раз пытался бросить, ругаться матом, употреблять спиртные напитки. Но у меня это не получалось. Я говорил, что «Я больше не буду, я даю слово». Но было бесполезно. И вы знаете, только тогда, когда я пришел к Иисусу Христу, раскаялся перед Ним, упал на колени и просил у Него прощения, и я получил эту свободу. Вот об этом моя песня «Судьба». Я думаю, что кто-то в этой песне увидит и себя, и тоже ему будет над чем задуматься. А теперь песня. Дорога жизни в горах петляла, Душа томилась, и Бога звала. И вдруг навстречу мне хищник вышел, Он смертью лютой мне в лицо надрывно дышит. Я понял, вряд ли уйду от битвы. Взметнулись в небо слова молитвы. И зверь все понял, мой Бог защита. Свернул с дороги не спеша, ворча сердита. Дорога жизни в горах петляла, Душа томилась, и Бога звала. И вдруг навстречу мне вышли люди, Страшнее зверя человек, кто брата судит. Я с ними бился и плакал в небо, Прося защиты, как нищий хлеба. И Бог услышал, простер десницу, Какие же злые у людей бывают лица. И Бог услышал, простер десницу, Какие же злые у людей бывают лица. Дорога жизни в горах петляла, Душа Иисуса Христа познала, Но снова вышел мне звери навстречу. Прости мне, Господи, что злобен и беспечен. Я в нем увидел свои повадки, О, как же больно от той догадки. Я дни и ночи с ним бьюсь до смерти, Он самый лучший мой друг на свете. Я дни и ночи с ним бьюсь до смерти, Он самый страшный мой враг на свете. Итак, дорогие мои друзья, вы прослушали песню «Судьба». И, наверное, кто-то что-то услышал для себя полезное. Обычно люди говорят, что мне очень нравится эта песня. Значит, она находит отклик в его сердце. Подумайте, порассуждайте. У каждого из нас своя дорога. У каждого из нас своя судьба. И мы куем свои судьбы. Мы куем себе приговоры, Оправдательные или обвинительные. Пусть Господь благословит вас, дорогие мои друзья, Четко и ясно понимать, Какой приговор вы себе сегодня куете. А я прощаюсь с вами. Да благословит вас Бог. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, Ставьте лайки. И нажимайте на кнопочку «Поделиться». Рассылайте видео своим друзьям, знакомым, близким, Чтобы эта информация, если вы ее считаете полезной, Она достигла их сердец. Счастья вам и вашим семьям.